Добрый вечер дорогие друзья! Я как раз та самая Елена Александровна Савинич, который Валерий Константинович так любезно устроил такую мощную пиар-компанию. И мне бы хотелось с вами познакомиться, немного о себе рассказать и о своей поездке. Я не так давно вернулась из Мичуринска, из Всероссийского центра садоводства, а даже не Всероссийского, а Мирового центра садоводства, то есть из самой-самой колыбели мичуринской науки. И кое-что я вам сейчас покажу, а потом более развернутый фильм мы сделаем отдельно для того, чтобы показать как себя чувствует наука там, чем мы ее смогли удивить, почему сибиряки смогли, скажем так, утереть нос знаменитым садоводам. Что их удивило? О том, что многие европейские садоводы ничего не слыхивали о том, что в Красноярском крае есть садоводство, да еще и такое. О том, что у нас есть абрикосы, персики, яблоки, виноград и другие культуры, это всем было удивительно. Они думали, что у нас растет исключительно только кедровая шишка и все. Ну и может быть какие-то мелкие ранетки, но скажем так, мы Сибирь не посрамили, нам было что показать и было чем удивить. Так что самой мне неловко начинать повествование, поэтому я переключусь немного к Валерию Константиновичу и может быть он мне будет задавать вопросы, а я на них отвечать. И параллельно с этим будем показывать фотографии. Легче задавать вопросы, когда фотографии видишь. Хотела вам показать черешню, которую я смогла обнаружить в ботаническом саду. И о том, что черешня не может вырасти большим деревом, всегда говорили, что у нас она низкорослая. Однако вот она в середине июня была вот такая. Достаточно крупные плоды, достаточно рясные. Явно листья черешневые, правда немножко повреждены манилиозом и очень они страдают от того, что вредители на них нападают. Но вот дерево вот такое. Высоты наверно с трехэтажное здание. Я вижу, что это сианиц. Да, похоже на то. Да, плоды мелкие, но зато живая. Вот такая огромная. Даже для этих краев. Это она же? Да. Для этих краев, да? Это Тамборская область. Да. Это феномен. Я не думаю, что там много таких. Это единичный экземпляр. Только на Украине ведет такой. И у Боднера все. Вот, к сожалению, Боднера фамилию никто из тамошних светил науки. Даже тех, кто занимается косточковыми культурами. Даже в отделе те, которые работают, исключительно занимаются косточковыми и вишнями, и черешнями. К сожалению, они такую фамилию даже ни разу не слыхали. А о том, что у нас в Сибири есть сад черешневый. Не то, что не слышали. Они даже с трудом это могут уместить в голове. Все записали эту фамилию. Написали, как она правильно пишется. Сказали, что обязательно найдут. И решили, что мы теперь установим такой творческий союз, скажем так. Чтобы мы могли обмениваться там саженцами, фотографиями или информацией какой-то. И решили, что будет у нас и дальнейшее общение. Очень сильно им было удивительно, что первые свои деревья Боднер получил именно из азиатских черешин, которые были куплены на рынке. Посеял потом методом отбора. Выбирал и получил такие прекрасные экземпляры. Теперь они знают, что у нас есть такой сад. И что такой человек у нас есть. Маленькая реплика. Пока они не знали, он спилил пятнадцатиметровую черешню, Которая занимала половину четырехсоточного участка. Вот. Я еще, когда она была жива, я уже, фильмов много. Но я говорю, наша беда в том, и те, кто сейчас с нами. Вот. Я говорю, умоляю. Есть такой закон, это геометрическая прогрессия. И вот вы троим выстрали и попросили выстрелить еще троим. Вот. И эти фильмы обойдут всю планету. А так получилось, что вот. Он спилил черешню, на которой должна висеть бирка. Что если он собственным черешнем Боднер спилит, ему десять лет сидеть. Вот так должно быть. Вот. Назначается охранником этой черешни. Такие вещи. Ну, вот как сейчас пытается возродить мамонта. А он спилил лучшее дерево в Сибири. Я таких вещей тоже в этом году десяток спилил. Они тоже про это не знают, знать не хотят. Вот. Тоже в отчаянии это делал. Но то, что вы сказали, что они не слышали про Боднера. Смотрите. Боднера нас пригласили на съезд садоводов в России и всего СНГ. В Селябинске проходил. Организовывал тот самый Сергеев. Он великий организатор. Которого я показывал плоды. Рухнувшее дерево. И что дальше? Он выступал. Он привез туда, как он поднять смог. Огромный этот самый рюкзак с черенками метровыми. Небольшой, огромный. Его приволок все-таки. Он выступил с трибуны. Ему аплодировали. Его по результатам выбрали Президиум съезда садоводов в России. И вот тот самый случай, что в центре садовода в России. Кто-то наверняка там был. Может уже и был доволен. Но дело в том, что он в таком загоне. В общем, получилось так, что это один из примеров ярких. Что мы теряем таланты. Ему 77 где-то. Мы теряем таланты. Вы знаете, как он мне вернул это? Помните, я говорил Петру Великий? Петру Великий. Привожу с Украины. Черенки с плоды до 150 грамм. Банку не влазит. Там, на Украине. Привил все, растил-растил. Там долгая история. По двое влияет так, что мельчает какой-то плач. Вот. Или мерзнет. Я ему даю. Он вырастил. В прошлом году. И ходим по его саду. И так. Я говорю, ну сколько сейчас черешит? Три сорта. Какие? Да вот это и Петр Великий. Как Петр Великий? Что плодносит? Да, а плоды. Показывает мне кулак вот такой вот. И говорит, вот такие плоды. Черенок. Мы вернули. Привили. Прекрасно растет. Вот так. И еще мне надо лет пять теперь прожить. Вот это вот так мы и живем в своем кругу. Ладно. Это пример я. Теперь дальше я жду. Потому что один из примеров вот на этом дереве. Тоже такая табличка должна быть. Их мало. Их даже на Украине сейчас мало. Я на таком дереве вырос. Не привитом. Дикой черешни. Вкуснейшая, но мелкая. Дальше посмотрим. Все. Все? Угу. А больше фотографий нет? Это что касается черешин. Так. Кто застучит? Вот такой абрикос мне встретился. Так. И хотела сказать о том, что Валерий Константинович проповедует отказ от спиливаний, от укорачивания веток, от формировки кроны. К сожалению, там в Европейской России формировка на первом месте. Вот такой абрикос мне встретился. Достаточно крупное дерево. В человеческий рост оно. Но оно все, вот если здесь видите, очень-очень-очень-очень много отрезанных веточек. Каждая веточка, правда, они закрывают срезы, не оставляют их не замазанными, не заделанными. Все срезы покрывают обычной масляной краской. Не знаю, почему здесь вот такой кривой ствол и почему он вот именно так пошел. Вот они, видите, все закрыты, залечены, даже маленькие ранки залечены. Но, опять же, плоды не феноменальные, для нашего взгляда не удивительные. Мы такие видели, у нас такие частенько встречаются, мы их называем даже очень заурядными. Но для них это редкость. И вообще в центральной России косточковые культуры очень мало распространенные. То есть там, конечно, королева сада это яблоня. И все, все садоводство, скажем так, заточено именно на яблоню. На формировку яблони, на орошение, на питомниководство именно яблони. Ну, как и во всей центральной России. Абрикос косточковые культуры достаточно мало распространенные. А наши исконные культуры, как то смородина, рябина, ирга, жимолость, облепиха тем более, считаются у них редкими культурами. И даже экзотическими. То есть они меня повели в свой питомник, где целый отдел занимается редкими культурами. И они удивлялись, почему я так походя мимо них прохожу. Ну, жимолость у нас, скажем так, в любом огороде растет. Смородины тоже никого не удивишь, ни красные. А ирга, вообще, скажем так, засоритель в садах, ее особо никто не бережет, не возделывает, там, никак не культивирует. Ну, растет и растет, есть и есть. Для них это удивление, а облепиха это вообще редкость. Они прямо сохраняют ее и берегут. Я про облепиха два слова. У нас, ну, между Абаканом и Саен-Горском. Я знаю. Вдоль трассы растут, нет, не тысячи, нет. Десятки тысяч плодносящих облепих. Она была внедрена у нас искусственно. То есть колхоз, который там, в Новороссийске, посеял и выросил огромное количество деревьев, собираясь получать плоды, масло. Пошла мода на масло, как на антираковое средство. Вот, вырастить не смогли. Все замечало. Сад погиб, но семена распространились на десятки километров вокруг. И сейчас той облепихи, которой они занимаются, плодносящие. То есть железных кустов достаточно плодносящие. Все забито и можно собирать тоннами, только никому это в голову не приходит. Вот короткая леплика, пока там его сделают. Нет, возможно они работают на сверх крупной облепихой, садовой. А здесь все замечавшие. Ну конечно, они работают и чтобы она была не ошибленная, и крупный плод, и чтобы сухой отрыв был, и ягодки крупного размера. Но такого, как у нас, чтобы вдоль дороги оранжевые кусты и не было даже листиков видно, они, я думаю, бы удивились этому. Но надо будет это специально сфотографировать и отправить. Сейчас ехать, как мне объясняли, у них нет денег даже на элементарную поездку, на командировку. Да, к сожалению, это так. На поезд, даже на пласткарте, нет ничего. Да, поэтому многие сотрудники, кого мы приглашали, с кем мы познакомились и кто очень удивился, они сказали, мы теперь поездку к вам будем планировать, мы на нее будем откладывать. И, может быть, на следующий год мы приедем и вот тогда посмотрим. То есть так просто собраться и поехать, это затруднительно. К сожалению, зарплаты у научных сотрудников не позволяют этого сделать. Но я думаю, что раз мы творческий союз установили, мы как-нибудь это дело сможем и им помочь, и они нам чем-то помогут. Мы их с удовольствием встретим и приветим, и все покажем и расскажем. Все это так, но результат будет нулевой. Единственный выход, это я говорю громко, хотя вряд ли дойдет это до руководителей науки. А вот единственный выход, это когда человеку, который уже на выходе как специалист, нужно брать институт вместе с вашими наработками, вместе с этими сортообразцами, с вашими, моими, вас, я уже ладно. Брать сразу на должность и умолять, просить сотрудничать, дать полную свободу, чтобы именно здесь ваш участок назвать филиалом института. Вот, это только это может. А так, так закончится болтовник. Ну, я думаю, можно это обсуждать. Я говорю, я сам не верю. Или вас берут в штат, а вы используете свои возможности. Ваши возможности это энтузиазм, знакомство с садовым миром. Ну, это как если бы те, кто выпускает Запорожье, вдруг своего представителя отправили туда, где делают машины, чтобы хоть что-то путь не изобразить. Ну, ладно, тема грустная. Давайте еще что-нибудь интересное. Я это видеть не могу. Как увечили, так увечивают. Все тоже. Дерево, уроды. Вот они такие, кривоногие у них. Выпрямить-то можно было. Можно было, но ведь никто этим не занимался. А, ну чё, я забыл опять. Ну, чё на люди нападать, если мне эта зарплата не... Ну, вот, например, нижняя ветка сухая, но ее еще не обрезали. Тут уже отстригли, она начала усыхать. Я не всё равно, я сразу скажу. Тот, кто считает, что сухая ветка будет дерево, он абсолютно не прав. Это сложившее. Обязательно трезать. Еще за под лицо. Чтобы туда вот через эту рану грибы, чтобы мороз нет. Уже я не трогая, для дерева пользы больше. Это один из моих будущих постулатов. Книги этого не жаль. А, кстати, и книги нет. Значит, будет книга. Так вот, нетронутая ветка, сухая, безопаснее дерево, чем-то рано страшная, когда ее отрезают. Вот я уверен, что вы со мной вот сейчас тут же согласитесь. Да. Она мешает кому-нибудь? Нет. Она может жить и жить с этой сухой веткой еще лет стоить, если его дальше не колечить. Ну, вот обратите внимание, здесь везде обрезаны ветки. Да, да, да. Вот, вот, вот обрезаны. А там вторым ярусом уже усохшие ветки. То есть, чем больше они их отрезают, тем больше новых засыхающих веток. Вот они все сзади, все уже сухие. Они только не понимают этого, что дерево колечит. Вот не знаете все. Ну, есть ведь наука, которая уже устоялась, сложилась. Поэтому вот так все и работают. Вот я думаю, что мы для этого и работаем, чтобы что-то новое привнести. И раз мы им своим примером показываем, что можно по-другому, я думаю, что вот наша альтернативная агротехнология, может быть, кому-то она все-таки будет известна. Кто-то ее услышит. И я надеюсь, что как раз в академических кругах. Только вы, когда вы это увидите в академию. Раньше бесполезно. Бесполезно. Ну, будем пробовать. Пока еще есть порох в пороховнице. Будем пробовать. Вот. Все срезано на кольцо. Вот одна веточка осталась. А эти срезаны заподлицо. Здесь немного затянулось. Вот эти все срезаны на кольцо. Тем не менее, они уже сухие. Вот здесь сухая ветка. Это называется летние зеленые операции. Это прямо есть такой термин зеленые операции. В течение вегетационного сезона подстригать. Но, правда, вот хороший экземпляр. Здесь достаточно и плодов, и они достаточно крупные. Но это, опять же, единичный экземпляр. Вот нашлась даже прививка. Как мы делали? Вот такую же, как мы делали. Ну, посмотрим, как за нашей-то мы сможем наблюдать. А вот эта одна явно уже погибшая. А вторая еще... Не обязательно. Там почка может быть живая. А может, она проснется еще. Вот такого размера плодики. Ну, нормальные. Нормальные. Средние. Средние. Так, ну вот все, что касается абрикосов. А теперь, если хотите посмотреть про яблоню. Вот яблонь очень много. И вообще в центральной России садов очень много. Если у нас в Сибири садоводство преимущественно любительское, преимущественно сосредоточено в садах, ну, на личных приусадебных участках, то в центральной России сады промышленные. Едешь по трассе сады яблони. Все очень технологично построено. Все очень здорово сделано. Сады вот такие. Шпалерные. С капельным поливом. То есть, под каждую яблоньку постоянно капает или просто вода, или питательный раствор. Бетонные столбики. Деревья привязаны для того, чтобы они были более устойчивые. Так как все время подается питательный раствор, корневая система у деревьев не развивается. Она поверхностная. И привязывать нужно дерево только лишь для того, чтобы ветер не повалил такие деревья. Привязывают в пяти местах. И в течение всего сезона формируют крону. Здесь крона веретиновидная. Вот так выглядит. Получается, что зеленые операции в течение всего сезона проводятся. Так, вопрос. Вы не спрашивали у специалистов, как долго они еще продержатся? В Сибири яблонные шады практически уничтожены. Вот это неизвестные болезни. У них этой болезни не так много. То есть она для них не... Ну, она, скажем так, знакомая. Но у них вредители другие, и болезни другие, и борьба с другим, скажем так. То есть у них есть черный рак. Но в основном деревья гибнут от другого. От вредителей засилья и от парши. То есть самый главный враг для яблони там это парша. Звечили ведь. В том-то и дело, что парша развивается там, где тесно, там, где влажно, и там, где деревья раненые. А здесь деревья ослабленные. Они сами говорят, что наши деревья это полностью искусственники. Вот, допустим, отключат свет в хозяйстве, не будет поступать питательный раствор. Деревья сами уже не смогут выжить. То есть необходим полив, необходима формировка. А так как это супер интенсивные сады, есть схемы посадки от полутора метров до трех метров между растениями. И расстояние между рядами 3-5 метров. То есть большая скученность. Очень тесно. От этого все время, так как все время влажно, нет, не продувается крона. Ой, извините. От этого и парша. Поэтому нужно все время обрабатывать. В течение вегетационного сезона проводят до 15 обработок химическими средствами. То есть 15 химобработок обязательно. И между ними еще обрабатывают биологическими препаратами. Но все просчитано. Все исключительно технологично. Жизнь таких деревьев очень короткая. От момента закладки до момента раскорчевки проходит 15 лет. Посадили дерево. В течение 15 лет выжили из него все соки. Оно отдало все, что могло отдать. И все это территория под раскорчевку идет. Такие деревья, как у нас 30-летние, 50-летние. Или как у нас в Красноярске в саду Крутовского есть деревья, которые еще сам Крутовский садил. Которым более 100 лет. И которые до сих пор прекрасно плодоносят. Таких, к сожалению, нет. Только лишь потому, что это промышленное садоводство. А в промышленном садоводстве самое главное, это экономическая выгода. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. Ну а еще посмотрим. Так. Земляника таким же образом выращивается. Все или садится под полотно, или просто на землю. Обязательно капельный полив. Закрывают полотном для того, чтобы не бороться с сорняками. Ягода была чистая, поливать не нужно, убирать легко, хорошо. А вот колоновидный сад. Яблоньки колоновидные, но они формируются не в один ствол самостоятельно, а в 2-3 стволика. А потом все-таки обрезкой держатся вот в таком виде. Вот этому саду всего 3 года, от момента посадки на нем плодов еще никаких не было. Так что показать вам сад с плодами мне не удалось. То есть пока я не обнаружила колоновидные яблони, на которых бы были яблоки. Вот интересно, вот эта американская система. Часть почвы перекапывается, а часть задринена. Обратите внимание, у них все-таки штамба в задернанной зоне. Это хороший большой плюс. Шпалерку-то я не вижу, шпалерку тоже не вижу. Вот это они называют иммунный сад. Здесь они собрали сорта, которые иммунные к парше. То есть здесь нет полива, здесь есть полив, как он называется, форсунками. То есть орошение не капельное, а как обычное дождевание. Но включают его редко. По этим дорогам провозят, раскладывают шланги. В самые засушливые времена только используют. Но это у них экспериментальный сад. Вот он называется иммунный. Он устойчивый к заболеваниям и к вредителям. И к тому, чтобы отказаться от вечного полива. Наконец-то. Посмотрим. Они не так давно его заложили, ему всего 5 лет. Но это отдельное, прямо целое отделение в научном центре. Они вот такую технологию начали разрабатывать. И то, что я им стала рассказывать, что мы стараемся не поливать. От этого у нас корневая система глубокая. Стержневые корни есть. Ну и поверхностные корни. Им это все удивительно. Потому что мы... У нас же семенной подвой. Но семенной подвой с сибирской ранетки, мелкой, ягодной. А у них все подвои это карлики. И вот эти тоже карлики. Все карлики. У них два самых известных подвоя, которые на всю Европу распространились. У них есть два номера. Эти номера для нас, сибиряков, ничего не говорят. Но для европейской России известный один совсем карлик. Как они называют супер карлик. Другой полукарлик. Но для нас, скажем так, для нашего уха сибирского, это ни о чем не говорящие названия. Вот так выглядит у них питомник. В питомнике они все так же прививают на эти подвои. И формируют и размножают даже зелеными черенками. Яблонью. У них есть такая система, называется косичка. Слышали про такое? Про охоренение? Да. Заплетают, прищипывают их. Ну понятно, а потом сразу получаются. А потом сразу получаются уже и корни, и крона. Вот сад редких культур, живолость. Это сад редких культур. Нет, у нас культурная живолость уже редкость. Это не лесная, как говорится. Нет, есть ягоды. Ягоды, я только вижу. Она ничем, у меня, допустим, живолость сахалина от доктора наук из Новосибирска. Кисло-сладкая, в меру жидкая, супер-рожай никогда не бывает. Кушать можно. Ну и это ее предел биологический, генетический. Чтобы там они не делали это так, бумаги писать. Вот все, что я сейчас увидел. Если бы она была размером побольше, с сахаром побольше. Где она такая? Дичает быстро, кстати. То, что сегодня вы собирали, только цвет другой. Только цвет другой. Крыжовник. Очень редкая культура для европейской России. Собрали сегодня? С одного куста. С одного куста. Собрали венгру, да? Ну, где-то так. Литров семь точно. Вот так выглядит их питомник. Вот они, есть краснолистная форма, есть зеленолистная. Их садят по переменке, по очереди, чтобы можно было отличать. Вот они все. Вот это одного года питомник. Первое поле питомника. А вот это смотреть жутко. Если это еще по двое, то ладно. Скорее всего, это по двое. Или уже привитые. Это уже привитые. Вот места прививки. Вот это я говорю не для вас. Для всех сибиряков и даже для европейцев. Ради бога. Не ошмыгивайте вы эти листья. А вот это сделано принудительно. То есть, примерно 5-6 почек ошмыгивают специально. Делают штамбик. И все. И вот они все такие. Все. Вот это и самое страшное во всей современной технологии. Берется боковая почка с боковой ветки. Вот они, если сейчас получится. Разе может так. Почему они этого не понимают. Вот они. Все прививают почкой. Все прививают. Но оставили бы в покое. Ладно уже почкой. И там теплее может и не замерзнуть. Я понять не могу, зачем штамбы делают. У них же не должно быть штамбы. Это ветка выпрямленная. Вот оно капельное орошение. Не удалось ли эти сады микро клонированных? Пока нет. Но мне сказали, что он существует. В следующий свой принес я его точно найду. Год за годом идет. Мне никто не может показать ни одного дерева. Хотя бы 5-8-10 лет, которые те пусть яблоки. Ладно. Ну хотя бы с плодами. Пусть мелкие, но хоть какие-то плоды. Все есть кто-то работал над этим. Где? Ну, значит надо искать. Где-то же они есть, наверное. Вот абрикосовый сады. Я уже начал сомневаться, что есть. Это слива. Слива, ладно, ее трудно угробить. Почему она такая жидкая? Неизвестно. А абрикосы еще раз покажи. Вот они. Тоже штамбы. Да. Вот этот, допустим, посинец штамбы, да. Но совсем другой вид. Нет, вот у этого. Уже лучше смотрится. А это что он делает? Зеленые операции. То есть они обрезают и в питомнике. И показывает, как можно зеленые черенки укоренить. Вот показал, как срезать рогаточку. И прищепнуть этот побег. Приколоть его к земле, чтобы он потом укоренился, дал ростки. Дал корни. О, вот это красота. Розовая. Ну, у нас почти такой же кост. Да. Это только моложе. Вот они свои клоновые подвои высаживают сюда. Потом пропалывают. Высадили весной. Вот сейчас обрабатывают. И потом их уже будут высаживать в питомник. Вот яблони. Может, это есть микроклонирование? Нет, это обычные. Это обычные прививки. Но все на карлики и суперкарлики. Чего сделано, чтобы дерево не росло? Для того, чтобы это было экономически целесообразно, чтобы могла проехать техника, не надо было тянуться высоко, для того, чтобы собирать было проще, на высоту трактора и движущейся платформы, чтобы люди, которые сборщики ехали, чтобы им было удобно. Все настроено на то, чтобы получить максимальную прибыль. А как собирать с высокого и с разлепистого дерева? Ну, хорошо. Вот вас приняли туда в штат. Я говорю специально. Специально здесь с такой вот издевкой. Как сказать? Вот это очень важный вопрос. Вот приняли, да? И вдруг вам говорят, а вы сами себе найдите работу в нашем саду. Отойдите. Что вы будете? Микроклонирование, колоновитки. Все облеплено. Правда, на второй, третий год можно выбрасывать. Вопрос из вопросов. Чем бы я занялась? Вы понимаете, в чем дело? Есть две параллельные линии и пересекаются. Здесь интересно, чем заниматься. Мы с вами сегодня видели два сеянца абрикоса манджурского. Не просто с крупными плодами, с феноменально крупными плодами. Так? Вот. Один был явно инфицирован. Этими самыми. А второй же в окружении таких. Просто он был окружен сверх тоже этими крупными, крупноплодными сортами. Это, допустим, направление. Это же можно дикарей облагороживать, но при этом сохранять их можно стойкость. Но это в Сибири. А там знаете что? Почему там этого нет? Почему? А я бы туда, меня бы пригласили, допустим. Ну, был моложе. Но уже 50 лет-то я, уже это самое, знали меня. Вот. Почему-то они не знают, но в принципе это. Угу. Так вот. Что бы я бы делал бы в Мичуринске? Да ничего. Вот этим бы занимался бы ерундой. Это настоящая ерунда. Живно все что? Карликами. Сто кроликов не заменят корову, как оказалось, я ушел. Вот именно. Что дальше-то? Получается только Сибирь? Только Сибирь. То есть вопросов о том, чтобы воспитывать зимостойкость, там не стоит. Их карликовые подвои, даже при промораживании в камере, самые лучшие результаты показывают, это минус 12 градусов, стабильно держат. Но самые морозостойкие минус 18. Для нас минус 18, скажем так, вообще ни о чем. У нас никогда не бывает зим теплее, чем минус 18. Вот минус 38 или 40. Это где? В Красноярском крае, допустим. Даже на юге Красноярского края. И про почву. Они же смотрят-то только на почве. То есть никто... Либо корни промораживают, либо на поверхности почвы. Ну хорошо, но от этих корней зависит морозостойкость крона. Ну вот то, что растет у них в Центральной России, у нас бы точно не смогло выжить. Точно? Ну да, ну давайте смотреть еще, что другого подойдем к концу. Есть семечковая культура, есть косточковая. И те, кто говорит, что практически невозможно вот таким вот, как мы, горячие пирожки, клоны делаем. С семенцами, я-то с этим практически согласен. С семенами. Вот. С семечковой культурой. Действительно, очень сложно, да еще удержи потом. Если получишь с ненароком клон. Тут же может и как появился, так и сейчас. А косточковый, если определенный, вы уже практически все знаете, да? Вот. Это намного интереснее. Вот. Вот я их понарепил. А попробуй удержи. Если бы вот кто-то услышал бы наш разговор, просто я специально вслух говорю. Если бы кто-то услышал и сказал, елки-палки, ну и хоть одного человека это вот посадить на это дело. Который бы взялся, потому что его удержать-то, а это такая сложная работа. Если сейчас еще, получается, практически я у вас перехватил инициативу в разговоре, почему? Это очень важно, а он шел по теме это. Итак, значит, берем растение, которое себя опыляет. Так. Вот. Казалось бы, нет проблем. А за несколько поколений оно деградирует. То есть ему обязательно все равно нужен супруг. Так. Вот. Супруг изменит качество наследника так, чтобы потом мама родная не узнает. Как удержать? Сделать волосат деградирует? Из одного сорта? Нет. Конечно, деградирует со временем. А так, как удержать? Ну-ка. Никак. Никак не удержишь. Только прививкой можно сохранить. Да и все равно прививка все равно меняет. А как тогда? Ну, никак не удержишь. То есть это только временный, какая-то промежуточная форма будет? Или можно? Ну, что, наверное, смотрите, время почти 11. Ну. Что будем дальше? Закончим? Нет, дело в том, что вопрос остался открытый. Я свою работу сделал. Я официально заявляю. Я наплодил в егодекиный клон, у которых не бывает в природе. Причем они сами вылазят, как эти. Вот даже фотографии видели? Ну, да. Вот он, черешня, вот она вишня, вот он абрикос 100-граммовый. Вот у другого 80-граммовый. Говорит, будет 100. То есть, это все о чем говорит. О том, что пошли они дальше своей жизнью жить. Так что теперь-то дальше? Их можно еще улучшить? Улучшить? Ну, наверное, есть райское качество, есть предел. Например, в раю были абрикосы. Ну, 150-граммовый я в руках держал. На Украине. Так? Так? Я ел сливу, это самое, которая не влазит в банку стандартную. Представляете, какой это размер? А у меня самые крупные сливы были 100-граммовый абрикос, 110-граммовый. Ну, было 120 примерно, но не вешал. Как вернуть крупность? Тут я знаю ответ. На 100 элементов это отдельный разговор. Как сохранить? У меня абрикосы тех самых деревьев, где огромные плоды были. У меня в Сибири до сих пор 30-40-50 граммов. Я вам показывал. Ну, будете заниматься? Ну, да, хочу попробовать. Ну, а если этим же самым микроклонированием взять почку, выделить, потом размножить, наплодить их, растиражировать тысячу штук? А потом, вспоминайте, наш разговор уже общий. Садим, да? На настойке? Да. Подвои? Именно так. Ну, что, будем заниматься? Да, можно начать. Возьмите помощники. Пойду. Нет, меня возьмите помощники. А, да, конечно. Ну, что, не такое, что это. Вы моя надежда. Я ничего не доказал, никому не доказал. Меня и не знают, а как. Боннера не знают. Ничего, значит, узнают. Ну, скажите честно, хоть один. Считалось как, как этот самый, в Москве вроде бы знают. Я бы сказал, не просто знают, знают, что проходили. Так. Так. Обидно, но уже знают, что проходили. Это та же, как-то там, какой-нибудь вор законе, лимончик. Вся страна знает. Понимаете? Даже это, слава. Я проходимец, слава. А тут же приезжайте, включили, хоть один сказал, что вы им там книги вручали. Я и книги им подарила, и показывала фильмы наши, и показывала то, что у нас есть. Единственное, что ничего в руках не принесла попробовать. Но в сентябре, если я там окажусь, я им все покажу. Конечно, они удивились. О том, что такие самородки есть в Сибири, никто не знал. Даже те, кто занимаются именно этими культурами. Так. К сожалению. Так. Если будут брать штат, даже не задумайтесь. А потом условия. Я работаю в Сибири. А, там это самый бы лучший был вариант, чтобы сделать свой опытный участок здесь, на территории Сибири. Вот это был бы изумительный вариант. Пока в штат не берут, и диктовать свои условия рано. Но надо к этому стремиться. На этих словах мы заканчиваем официальную часть, да? Угу. Я думаю, что пора закончить, а в следующий раз мы сделаем более стройное повествование, снабдим его фотографиями, те, которые нужны. Будет с чем сравнить европейские абрикосы и наши сибирские. И тогда вот посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует.